ни один из нас не думал о бедных это еще еще раз про казахстан считали что пусть думает ага агай наверху агай это старший тратили деньги на кабаки женщин отдых на море тебе пришло время платить по счетам еще не платить по счетам будут еще судный день по всем пунктам но сейчас это как бы авансом авансом и в назидание соседним этим царькам вы можете не заметить не заметили в узбекистане например сразу как только начались события отдали газ всем кишлакам по всей республике ага же отключали на 20 часов 4 часа может два часа давали это это миллиметры горел газ там дали на полную катушку 24 часа то есть задрожали коленки знаете чего нам не хватает а вот я сравниваю запад и европейские условия с нашими у них когда-то было то же самое свои там царьки деспоты там инквизиция убийство массовые там сожжение на костре а у то да фея вот это все было но через сколько-то лет скажем 500 лет все поменялось что послужило переосмысление когда выходили люди мыслители философы и объясняли что нельзя так что нужно иначе но конечно первые времена их убивали там сжигали на кострах там того же мартина лютера но когда истина уже произнесена все обратно как воробей не не воткнешь все люди услышали это уже семена брошены и эти семена скажем через 500 лет привели к тому что германия сегодня самая передовая по крайней мере а в европе одна из самых передовых во всем мире сейчас я вижу как люди сказали уф опять рады открытым и странам пошли новые гулянки все деньги опять пойдут на персональный кайф но это значит жди еще большего кризиса аллах же говорит мы наслали насылали на них разные бедствия для того чтобы они вернулись вот когда-то были на правильном пути когда ибрагим начинал да когда муса учил их когда пророки учили справедливости и равенству но они сбились и аллах показывает им гной ампутацию какие-то хронические болезни чтобы оставили вот эти привычки совершать зло и насилие и вернулись его изначально адамовский или хотя бы авраамические формат но нет как только уже окончательно и ясно что нет не вернемся вот так дала истребляет их с корнем можно рассуждать часами что это искусственный бунт или стихийный это мысли трусливых хомячков мы все каждый из нас виноват только потому что нам важнее своя требуха точно точнее ее наполненность тут надо различать корик кора все имеют разную степень ответственности те которые взяли ответственность над 20 миллионами они ответственны в первую очередь это с одной стороны с другой стороны в 74 суре аллах говорит у маджи она асхаба нар или малики мы сделали обитателями огня никого не сделали никого только лишь обладатели власти и имущества потому что они призваны делиться со нуждающимися а если они не будут делиться с нуждающимися все наказание будет на них в другом месте говорится что у она у обезонами не линобиды то есть аллах не причиняет несправедливости к порабощенным к рабам если человек у нас в казахстане сам голодный как он может помочь голодающим там нефтяникам нефтяники разрабатывает там нефть государство это продает получает миллиарды но самим нефтяникам не дают ситуация вот такая маляйка обладатели владельцы они виноваты